Всем привет дорогие друзья! В этом видео хочу поговорить про автомобиль Lada Vesta, а точнее что с ним стало после пробега в 14 тысяч километров. Хочу рассказать про косяки, которые заметил за время эксплуатации и в общем что стало с автомобилем. Так, ну сначала хочу начать с бампера, потому что за время эксплуатации на бампере появилось очень много сколов. То есть я не знаю с чем это связано, либо с плохой покраской бампера, либо из-за того, что бампер такой формы. Просто на предыдущих машинах, которые у меня были, таких сильных сколов за такой маленький промежуток не было. Сейчас я подойду поближе, продемонстрирую вам эти сколы. Сами сможете посмотреть, насколько они большие, сколько их много. То есть вот такие сколы, они идут по всему бамперу. Где-то они маленькие, где-то побольше. Вот есть, то есть они на ровной поверхности, есть на изгибах. То есть сколы идут по всему бамперу. Прошу прощения за плохую фокусировку. Из-за того, что сильно солнечная погода, фокус не особо. То есть вот как вы видите, по всему бамперу есть сколы. И есть еще в одном месте, на крыле. То есть вот этот скол. Тоже меня очень, так сказать, сильно расстроил. Потому что на бампере еще, ладно, более-менее там, ну, бампер как бы сам пластиковый. То есть от этого ничего не будет пластику. А вот с крылом уже проблемы посерьезнее. Потому что если чем-нибудь не обработать, либо не перекрасить крыло, то со временем, конечно, начинает сильно ржаветь. Так. Что еще могу рассказать по таким тоже вот мелочам, минусам, так сказать, которые мне не понравились. На пробеге примерно в 6000 километров начали скрипеть двери. Точнее, петли. Сейчас я вам продемонстрирую этот звук. Если камера сможет записать, то поймете, что, как они скрипят. То есть вот такой вот, так сказать, неприятный звук. Пока до конца не разобрался, откуда именно этот звук исходит. Либо это петли, либо это вот этот фиксатор дверей. Потому что он пластиковый. И, возможно, пластика-пластик трется. Вот. Пробовал пробрызгать силиконовой смазкой, но положительного результата я не увидел. А, да. Вот еще по косякам, которые обнаружил. Смотрите. Вот в этом месте, на двери, где точечная сварка, тут есть вот такой вот рыжик. То есть этот рыжик я заметил еще на пробеге в 1000 километров. После того, как отвез машину на первую мойку. То есть помыл машину. И после этого увидел, ну, когда приехал домой уже, вот, увидел то, что есть небольшой подтек ржавчины. Сначала не понял. Думал, может быть, грязь, либо там масло какое-то. Вот. В итоге потом протер, посмотрел и обнаружил, что это вот такой вот рыжик. Получается, краска лопнула в том месте, где точечная сварка. И там начинает чуть ржаветь. Такая же ситуация есть и в моторном отсеке. Там тоже есть в нескольких местах ржавчина. Тоже появилась там буквально на 2-3 тысячах километров пробега. Тоже такой неприятный момент. Потому что пока не знаю, как, что с этим лучше сделать. Либо просто подкрасить. Можно, в принципе, какое-нибудь антикоррозийное средство попробовать. Сейчас открою капот и попробую показать вам эти места. Так, сейчас я попробую чуть приблизить, чтобы вы смогли получше увидеть. Вот. То есть, как видите, вот эти места. Видите, ржавчина. То есть, это не масло, это не грязь. Это именно ржавчина. Есть еще вот там пониже. Но, к сожалению, туда камера не смогу подлезть. Поэтому там не получится показать. И вот с этой, так сказать, с левой стороны, с пассажирской, тоже есть в нескольких местах ржавчина. Первое место это вот здесь. Тоже, как можете видеть, это тоже не грязь, не масло, это ржавчина. И второе место вот здесь. Тоже есть такие элементы ржавчины. Вот. То есть, как бы вот такие вот неприятные моменты. И да, еще тоже. Там вот чуть-чуть подальше тоже есть одно место. Но туда, к сожалению, с камерой тоже не смогу подлезть. То есть, вот такие вот моменты по поводу ржавчины. Так. Ну, что еще могу сказать? Еще вот по поводу масла. Ну, это, конечно, хотел заснять отдельное видео. Вот. Потом засниму чуть поподробнее. Вот. А так, это по поводу масложора. То есть, здесь у меня стоит мотор 1.6. Вот. То есть, когда читал на всяких разных форумах, там вроде писали, что у мотора 1.6, масложора, ну, как такового нету. Вот. Обычно это масложор на 1.8. Вот. Но в моем случае, не знаю, может быть, у кого-то тоже есть такая проблема. Может, кто-то читал. Может, у кого-то у знакомых есть. Вот. У меня за вот этот период в 14 тысяч километров пробега у меня масло сожрало, ну, прилично. То есть, там масло почти не осталось. Вот. Масло пока заливать не хочу, потому что скоро ехать на первое твое. И, соответственно, на первом твое хочу выяснить, почему так случилось, почему за такое время, то есть, масло почти не осталось. То есть, масло не подтекает нигде, нигде ничто не капает. То есть, ну, все нормально. То есть, получается, сам мотор сожрал столько масла. То есть, по таким, как бы, косякам. Но есть еще косяк вот здесь, где двери, пластик на порогах. Вот этот пластик мне тоже не особо понравился тем, то, что здесь очень сильно видны царапины. То есть, если здесь будет пыль, песок, то будут сильно видны царапины. Еще по поводу ковриков. Коврики тоже мне не особо понравились, потому что, во-первых, они очень плохо держатся вот на этих фиксаторах. То есть, ставишь на фиксаторы, буквально какое-то время проходят, съезжают с этих креплений, коврик начинает туда-сюда кататься, скатывается вперед. Здесь получается очень большое пространство. Сюда тоже так же попадает вся грязь. И особенно в мокрую погоду, либо зимой, когда снег. То есть, здесь скапливается большое количество воды. И так как вот эти бортики, они маленькие, получается, вся вода стекает вот сюда, в эти места. И получается, здесь постоянно грязь. То есть, вот я, грубо говоря, пылесосил машину там недели две назад. Вот у нас были дожди. И то есть, вот за это время, пока были дожди, опять вот столько грязи набралось. То есть, это тоже такой момент, который мне тоже как не особо нравится. Ну вот, ну а по поводу скрипа дверей. То есть, двери скрипят со всех четырех сторон. Как я уже говорил, пробовал промазывать их силиконовой смазкой. Ну, спрей такой пробрызгивал. Ну, пока как бы результат таких... Ну, никаких, короче, результатов от этого нет. То есть, как двери скрипели, так они и скрипят. Вот тоже хочу поехать на ТО, узнать, почему такая проблема, что с этим можно сделать. Может, какую-то другую смазку попробовать использовать. Ну а так, в принципе, как бы, сама машина неплохая. Ну, конечно, есть, да, свои косяки, но это во всех машинах есть свои косяки. Вот. Так что, в принципе, вот за время эксплуатации выявил вот такие вот недостатки, косяки. Вот. Ну вот, по поводу масла сниму попозже отдельное видео, до того, как поеду на ТО. Потому что, ну, после ТО смысла не будет. Потому что хочу показать, сколько масла осталось. Вот. То есть, ну, какого цвета масло стало за это время. Ну, в принципе, вы, наверное, и так знаете, что за такой пробег, как бы, масло уже темного цвета. Вот. И потом хочу заснять еще видео, либо после ТО, либо во время ТО, там, ну, как-то проходит замена. Ну, вот, если, конечно, разрешат снять, то сниму видео. Если нет, то после ТО сниму. Вот. Да, еще такой момент. Ну, наверное, скорее всего из-за масла. То, что масла осталось мало. То есть, машина уже как-то едет не так. То есть, уже чувствуется, что тяжело. Скорость набирает при разгоне. Если включаешь кондиционер, то вообще она практически, можно сказать, не едет. Вот. Ну, по поводу кондиционера тоже. Потом могу заснять отдельное видео. Тоже там есть, так сказать, свои плюсы и минусы. В принципе, кондиционер не особо мощный. То есть, ну, в такой среднем, в сильно жаркую погоду, если стоять, конечно, на одном месте, то кондиционер, ну, так не особо работает. Ну, я думаю, это во многих автомобилях. Вот. Если, конечно, по трассе едешь, то кондиционер, в принципе, работает нормально. Так. Ну, в принципе, это пока что все, что хотел рассказать про этот автомобиль с его пробегом. В дальнейшем буду записывать еще другие видео. Если у вас есть какие-то пожелания, либо предложения, можете писать в комментариях. Засниму отдельную тему про те видео, например, которые вы хотите увидеть. Вот. А так. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok